А вы следите сейчас за тем, что там происходит? Какие там страсти, мордасти-то кипят? Страна на грани гражданской войны. Ой, вы сказали ключевые слова, которые я в ужасе услышал всего-навсего несколько недель назад. И когда я сначала увидел, несколько недель назад, все, впервые, вот эти слова дословно, я услышал от одного известного израильского журналиста, и я в первую секунду даже это отримал. Ну потому что, нет, ну это уже преувеличение, ну я все понимаю. Я знал, что большое противостояние, потому что впервые вот мои друзья личные, которые не имеют отношения к политике, не политологи, не политтехнологи, а просто обычные мои там студенческих лет друзья, впервые ходят на эти митинги. Просто как на работу каждую неделю. С ними этого не происходило за 30 с лишним лет. Уже два раза в неделю говорят большие митинги. Сейчас да, уже да. Вот началось это все уже больше месяца. И когда вот один мой абсолютно аполитичный друг, значит, сходил на такой митинг, я был в шоке. Но когда я узнал, что второй раз через неделю, а потом третий, я понимал, что что-то серьезное. Но до гражданской войны, когда я услышал эти слова, ну это заставило меня задуматься. Стал читать больше, смотреть больше. И вдруг я понял, что да, похоже, пахнет действительно этим. Стал звонить всем подряд. И с ужасом я обнаружил следующее, что вот как же все-таки просто мне, что я в вопросе сейчас Украино-Российской войны, мне просто выбрать позицию. Да, у меня нет сомнений. Потому что вот я в Киеве, в меня летят ракеты, и моя позиция проста. А там я не смог выбрать позицию. Потому что мои друзья разделились реально между теми, кто ходит на демонстрации, теми, кто считает, что надо всех вот их разгонять и так далее. Прямо реально разделились. И это очень сложный вопрос. Это вот то, что я вот до этого рассказывал вам, как хороша парламентская демократия. И тут же вот вам контрпример, да, что у любой парламентской демократии, как выясняется, тоже есть недостатки и тоже есть какой-то предел. Потому что вот случилось, что в Израиле подряд 4 или 5 выборов, не помню уже сейчас, были вынуждены проводить. Потому что каждый раз оказывался баланс некий, да, между партиями. Никто не мог сформировать устойчивое правительство. Плюс к тому есть арабские партии, так называемые, которые не берут ни в одно правительство, ни в другое. И получается, что у членов КНЕСТа 120, но отнимаем арабские партии. Нужно 61 голос. А, например, одно крыло набрало 57, и другое там 59. Но из-за того, что вот там 4 вместо арабов, и ничего не получается. И вот сейчас сформировали 64 мандата у коалиции из 120. То есть неустойчивое, прямо скажем, большинство. Оно такое маленькое. И вдруг, когда у тебя такое большинство, то вроде бы как, ну должен же ты это учитывать. То есть должен ты традиционно, если ты настоящий демократ, сказать, да, у меня есть мандат на некие действия, но не на какие угодно. Раз у меня всего 64, то не все что угодно. А правительство Нитынягу решило прямо сменить всю систему государственной власти в каком-то смысле. Пошло на многое. И вот я слушаю людей, они говорят, да, реформа была нужна, но не такая. Вот Нитынягу не имеет права ее проводить, не имея настоящего большинства. И мне самому сложно, потому что я когда-то сам был сторонником Нитынягу, еще в 90-е, когда он первый раз стал премьер-министром, я прямо был его горячим сторонником тогда. Но время прошло, 25 лет уже, 27 лет назад, страшно сказать, Нитынягу первый раз стал премьер-министром. 27 лет это много. А он больше, чем Бен-Гурион на посту премьер-министр. Да, да, он абсолютный рекордсмен, и он сделал, конечно, его там достижения, но они уникальны и правда, и никто у него уже никогда не отнимет то, что он сделал для Израиля, потому что он, в 16-м году, Израиль был абсолютной страной третьего мира, классической. Просто даже внешне. Ты приезжаешь, ты видишь страну третьего мира, ты ни с чем это не спутаешь. А сегодня эта страна такая на границе первого и второго мира, скажем так, уже точно. Да, я помню, как я приехал в Израиль. Первый раз я там был в 89-м, потом несколько раз приезжал в начале 90-х, и действительно, это была страна третьего мира. А потом приехал после довольно длительного перерыва, вечером вышел на набережную Тель-Авива, повернулся к морю спиной и, бог мой, чистокол подсвеченных в разные цвета небоскребов. И передо мной был какой-то Гонконг, Нью-Йорк, я не знаю, Манхэттен. Я просто лишился дары речи, и это, конечно, был результат экономических реформ, которые носят именно Таньяху, да, безусловно. Экономический Израиль, безусловно, в первом мире, если чисто экономический, потому что 20-е место по ВВП на душу населения в абсолютном исчислении, и там 30-е по ВВП на душу населения в этом, ну, относительно как в Порчезни Пау Парти, как там называется, ППС, да. Вот, но при этом он все-таки не страна первого мира из-за прав человека, как раз нарушения прав человека, которые, безусловно, там есть. В Израиле нет конституции, знаете, да, вот сейчас, в чем там вот эта политическая разборка? В том, что есть суд высшей справедливости, и у него пытаются отнять часть полномочий, сказать, что Кнессет может пересмотреть решение суда высшей справедливости. Но почему название такое странное? Почему суд высшей справедливости? Почему не конституционный суд, да? Потому что в Израиле нет конституции. И вот тут возникает вопрос, а почему в Израиле нет конституции? И когда говорят, ну это потому, что Британии тоже нет конституции, а там раньше был британский мандат. Нет, не поэтому. В Британии есть конституция, не скажите никогда это англичанину. У нас нет писанной конституции. А в Израиле нет конституции, потому что ее невозможно написать. Невозможно. Потому что первый пункт израильской конституции звучал бы примерно так. Все граждане Израиля абсолютно неравны перед законом, имеют абсолютно разные права в зависимости от своей национальной или религиозной принадлежности. И это будет чистая правда. Просто вот разные права. Вот ты гражданин, но у тебя кто по национальности? А, араб. Значит, ты в 18 лет можешь там поступать в университет. Ты кто у нас по национальности? Еврей. Значит, ты должен идти в армию в 18 лет. А араб нет, не имеет права идти. Не получится у тебя. А ты кто у нас друз? Тогда ты сам выбирай, идти в армию или, значит, ну например. Но таких примеров очень много, к сожалению. Поэтому, конечно, Израиль пока не страна первого мира. Пока так, ничего нельзя с этим сделать. Но то, что сейчас, это настоящий риск. Настоящий риск того, что страна может вступить в такое гражданское, ну как минимум гражданское противостояние. И заметьте, вчера первые жертвы, ну как бы никто не погиб пока, к счастью, но первая кровь-то пролилась. И картинки, которые я видел вчера, вот это, как они называются, космонавтами это называют, да, в России и в Беларуси. Да, космонавты. ОМОНовцы, да. ОМОНовцы на лошадях пытаются лошадьми разгонять. Мне еще напомнила казачья сотня, да, которая, понимаете, еврейская казачья сотня. Ну да, да. Очень многие мои знакомые, а у меня их пруд вроде в Израиле, говорят, что беспрецедентно жестко. Пожалуй, никогда так силы правопорядка жестко не действовали. Но и такого еврейского погрома не случилось, вот знаете, как случилось несколько дней назад. Они так не действовали в Тель-Авиве. Да, потому что слово «еврейский погром» сейчас словосочетание приобрело весьма двусмысленное значение, новую коннотацию. Да. Когда вот агрессивные сторонники как раз Натаньяху и его, я даже не самого Натаньяху, Натаньяху-то сам достаточно светский человек, а вот сторонники правых религиозных партий, которые вошли с ним в коалицию, там действительно устроили арабам настоящий погром. Но есть еще нюанс. На самом деле такие разгоны были, просто их не было в Тель-Авиве. В чем разница? Когда эвакуировали, например, поселенцев из сектора газа, когда Шарон решил, что надо делать размежевание, эвакуировать поселение, а этим поселенцам до этого говорилось всегда на протяжении всего периода существования израильского военного присутствия в секторе газа, что эта земля наша навсегда ваша, вы не бойтесь, вы тут строитесь, это все ваше, они там строили города, ну хорошо, это были поселки, рожали там детей, строили школы, сажали деревья и были уверены абсолютно, что это навсегда. Еще за пару лет до этого им говорили, что все это навсегда. И вдруг им объявили, что, ребят, вы с такого числа отсюда все уезжаете, да, денег мы вам дадим всем, компенсации большие, все, но вы должны отменить всю свою прошлую жизнь, она была неправильной. И там сцены были похуже вчерашних, безусловно. Просто это было не в Тель-Авиве, это как бы не касалось каждого. Это вот, понимаете, как разница между война на Донбассе и война во всей Украине. Вот так и здесь. Вроде как там какое-то противостояние, какие-то поселенцы, и жители Тель-Авива такие, ну они же там эти поселенцы, но это их проблемы, это же они там пускай решают. А тут вдруг это коснулось каждого, потому что Тель-Авив, все, это означает, что это коснулось каждого. Да, ну... Ну что ж, будем наблюдать, как говорится, за развитием событий. Субтитры создавал DimaTorzok